Все праздничные дни сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям и других экстренных служб провели в усиленном режиме. Канун Нового года один из самых опасных периодов, но, к счастью, этот праздник обошелся без чрезвычайных происшествий. 31 декабря сотрудники оперативно-спасательного отряда и службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ выезжали только на дежурство. Дежурства эти проходили в местах, где проходили новогодние мероприятия. Это в основном новогодние елки в Акимате и на больших площадях в городе Шемгенте. Кроме того, такие дежурства у нас были организованы во всех городах и районах области. И в итоге, надо сказать, что 31 декабря 2016 года новогодняя ночь прошла тихо, без всяких чрезвычайных ситуаций. Но если для сотрудников службы ЧЭС праздничные дни прошли спокойно, то врачам бездействовать не пришлось. В учреждение здравоохранения поступило около десятка жителей области с травмами в результате использования некачественных фейерверков. Так, сразу после боя новогодних курантов в городскую больницу скорой медицинской помощи поступили первые пациенты. В ночь 31 декабря на 1 января в приемное отделение поступили трое пострадавших в результате взрыва пиротехники Петарда. Все трое получили легкие телесные повреждения. У одного больного имеется открытый перелом пальцев кисти правой кисти. И имеется ампутация четвертого пальца правой кисти. Всем троим были оказаны первые медицинские помощи, все были направлены на амбулаторное лечение. Пострадавшие молодые люди от 20 до 25 лет. В ходе опроса врачи выяснили, что причиной несчастных случаев стало использование некачественных пиротехнических изделий. Об этом же свидетельствуют и врачи-офтальмологи, к которым поступили пациенты с травмами глаз. Обращались различными видами травм, различной степени травмами шестеро человек, из которых двое госпитализированы. На сегодняшний день их состояние глаза тяжелой степени, контузия, плюс ожог, химиотермический ожог глазного яблока. Пиротехника, она китайского производства, поэтому не сертифицированная, поэтому она не своевременно взрывается или поджигается неправильно. И плюс к этому несоблюдение тех безопасностей при использовании пиротехники. 31-летнему жителю Джетесая Мирхану Бесекулову этот праздник запомнится надолго. Первые часы Нового года ему пришлось проводить не за праздничным столом, а на больничной койке. В результате нештатного взрыва фейерверка он едва не лишился зрения. Этот салют по просьбе детей я купил на базаре за 25 тысяч тенге. Поджег его, но он не срабатывал. Прошло две или три минуты, а он не загорелся. Тогда я решил посмотреть, что с ним. Нагнулся над коробкой и тут салют начал стрелять. Мне попал в глаз, я им ничего не вижу. Теперь врачи говорят, нужна операция в Алмате. Во избежание подобных случаев специалисты департамента ПЧС уже провели 38 рейдов, изъяв более 3000 некачественных пиротехнических изделий. Но, как оказалось, этого недостаточно. На рынках еще остаются сотни фейерверков, несущие потребителям потенциальную опасность.